Всем привет! Сегодня приготовим вот такие вот румяные, ароматные и очень вкусные батоны. Начнем приготовление. 700 грамм муки обязательно нужно просеять. Также нам понадобится 400 миллилитров молока. Молоко можно заменить на воду, либо сделайте пропорцию один к одному. В миску всыпаем чайную ложку сухих дрожжей, 3 чайные ложки сахара и 4 столовых ложки муки. Вливаем примерно 150 миллилитров молока. Молоко слегка подогрейте, чтобы дрожжи быстрее начали свою работу. Опару накрываем полотенцем и оставляем примерно на 15-10 минут. Сюда же добавляем чайную ложку соли без горки и вливаем оставшееся молоко. Немного растворили соль и начинаем добавлять муку по 2-3 ложки. Делаем густое тесто примерно как на оладьи и после этого добавляем 30 грамм растопленного сливочного масла. Вместо сливочного масла можно добавить 4 или 3 столовые ложки растительного. Вот такое тесто должно получиться, оно не слишком плотное и немного липнет к рукам. Посуду с тестом накрываем пленкой и полотенцем и убираем в теплое место. Тесто должно увеличиться в 2-3 раза. Тесто получается очень липким, поэтому без муки не обойтись. Перед тем, как начать работу с тестом, не забудьте включить духовку на 200 градусов. В следующем своем видео я буду готовить вот такой вот тортик. Если вам это интересно, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Перекладываем батон вниз швом на противень, посыпанный мукой. Оставляем еще на минут 30, им нужно дать хорошо подняться. Сверху смажем взбитым яйцом и уже после этого делаем глубокие надрезы. Чем глубже вы сделаете надрез, тем красивее он раскроется. Поэтому не бойтесь делать глубокий надрез. Главное, чтобы нож был очень острый и тогда все получится. Отправляем наши батоны обязательно в хорошо разогретую духовку и выпекаем 15 минут при температуре 200 градусов. После этого выпекаем еще 15-20 минут при температуре 180 градусов. Горячие батоны сразу же убираем на решетку и даем им полностью остыть. Пробуйте, друзья, готовьте! Всем желаю хорошего настроения, приятного аппетита! Всем пока!